Кстати, пёс следит за моими постами по предустройству. Значит, новости такие. Значит, чёрный-белый котик с коровника поехал на испыталку. Новый дом. Значит, полосатый пёс, которого вывозил Автодор, или не Автодор, тоже поехал на испыталку. Редпоинт сейчас на передержке. Там тоже есть по нему руки. Так, кого я ещё... Вы помните, кого я ещё кидала? Я просто не успеваю ничего. У Ларисы я была в гости чёрно-белого, она пиарила. Его тоже собирают. Блин, кого же я ещё пиарила-то? Не помню, короче. Ну, если какие-то вопросы, вы задавайте мне, потому что я не успеваю писать, кто как... Этот. Доехал или не доехал? Блин, а кто там ещё собак был? Этот один. А, вот эта собака, которая... Джек Рассел. Там такие неадекватные хозяева. Нашлись девочки, кто, может быть, помнит белка. Они хотели забрать на куратор, что собака прям очень непростая. Там неизвестно, что с ушами, может, они с ушами, может, они заросли. Ну, короче, в конце концов, они отдали собаку бывшей девушке-парне. Это, конечно, для собаки хорошо, но надеюсь, она будет на связи с вот этой вот группой, разная собачка, и если понадобится помощь, то они, соответственно, обратятся, потому что операция будет недешёвая. Ой, совсем не дофин отчёт доделывать. Ещё кучу дел других. Ну, идите скорее. Привет! Вот призрак как раз-таки отсюда. Призрак, Луна, Сестра Луны, Полосатая Сестра Луны и Дэми. Как вы понимаете, я не смогу пристроить Дэми, я не смогу пристроить Призрака. Говорится, что делать? Они у меня все, конечно, висят на Авито. Я пытаюсь упихарить их на ВКонтакте, но мне постоянно пишут люди, типа, с просьбами о помощи. И вы знаете, я, в принципе, никому не отказываю, поэтому я пиарю где-то раз в день только своих. Ну, где-то там 50-60 групп. Иди кушать. Как бы, это же не только с животными. Все, кто не могут за себя постоять, все в такой ситуации. И старики, и дети, и бедные люди. И так далее. Посмотрите, там, на Африку какую-нибудь. Индию. А вообще, до свидания. Так, как бы, всегда было. Просто вопрос, как бы, что ты с этим делаешь, как человек, живущий на земле. Что уж поделать. Так, главное не грохнуться. И здесь бывают такие адские потопы, что даже вот один раз человек умер, его снесло водой. Вот. Ну, я видео скидывала по весне, что тут творится, что тут на лодке плавали люди. То есть, все заливает просто очень сильно. Здесь даже не прописывают. Из-за того, что это официальная территория потопления. Вот. Так что так. Вы знали, как бодрит, когда за шивор отбьется вода. Я еще сейчас поленилась надеть толстовку. Потому что на улице очень тепло. Куда-то у меня там спросил по поводу призрака. Когда призрак общается со всеми? Батя старенький что-то уже стал. Черно-белый старенький. Блин, как рыжий умер. Я прям переживаю за всех. Так низко прилетела откуда-то. Ну, проживут сколько проживут, ребят. Я все равно не думаю, что я кого-то смогу из дикушей пристроить. Надо к этому свыкнуться. Дикушей у меня около десяти. Нет, там чуть поменьше, но все равно это те, которые прям старенькие дикуши. Ну, проживут как проживут. Сколько надо? Никогда бы не думала, что это кошка такая. Такое болючее существо. Смотрите, вот что значит у меня удача. Официальная территория потопления. То есть, скорее всего, мне надо будет завтра купить еще один дренажный насос, потому что у меня уже два сломалось. То есть здесь такой... Ну, кто помнит прошлого года, как мы тут катались, все заливало? О, привет! И вот видите, сейчас резкое таяние. У нас просто была система здесь. Короче, кто помнит историю про завод, это садоводство строило как раз таки этот завод Ижорский. И здесь как бы болото было изначально. То есть не было никаких кошек, ничего такого. Даже не доели. Вот. И люди строили, корчевали там. Ну, представляете, что было в конце 80-х годов. Ни у кого особо ничего не было. Но все хотели как бы дачу. Сами там рубили, сами делали. Нашу дачу строил наш дед 13 лет сам. Ну, так вот. Я к чему? К тому, что говорили в строй, делайте канала. Ну, то есть была комиссия, которая за этим следила. Как только распался Советский Союз и кончился Ижорский завод. Причем у нас здесь сделана хорошая такая ограда железная. И даже система полива из речки. То есть там водокачка и по всему садоводству трубы железные. Ну, вот как кончился Советский Союз и кончился завод. Люди стали делать что хотят. Они, короче, засыпали все эти канавы, которые изначально здесь были. Дренажная хорошая система. И садоводство плывет. Лично я выкапывала от нашего дома вокруг нашего дома канавы. И от нашего дома раз, два, три, где-то 4 или 5 участков до главного стока. И поэтому у нас не течет. Плюс у нас дренажные насосы брошены, но они все сломались. У нас вихрь. Надо так, что скорее всего новый покупать. Потому что сейчас все заливают капитально. Ребята, относительно щенка это щенок, который жил в доме. Просто, видать, тебе взяли совита в добрые руки и просто потом надоело. Подкинули. она в ошейнике. Она без блоков. И плюс были бы еще в другом месте такие же щенки. Это просто кто-то решил таким образом избавиться. Уже миллион пятьсот раз это было. Как всех выкидывают. К сожалению, все очень печально у нас с животными. И не только у нас. И в Германии, и в других странах тоже. Так что это общемировая проблема. Как же это? Она не грохлится. даже чуть-чуть осталось варш. Готово дело. И многие, кто и поддержали. Так, я, пожалуй, сюда возьму эту миску. В принципе, нету какая разницы. Потому что круг общения у меня тот, который сад точно такой же поддерживает. И помощь животным и так далее. И родители поддерживают. И вы меня поддерживаете. Поэтому как бы мне ехало-болело. Это может быть раньше, когда я только начинала. Я сильно переживала по этому поводу. А сейчас как бы все уже. Все меня знают. Я всех знаю. Плохо то, что тут, ну, как бы приезжают новые ребята, которые, ну, умирают же много кто. Старики здесь. И они живут так, как будто бы это как бы не общежитие, где у каждого по шесть соток. А как будто бы они живут, как будто бы, ну, это типа вот ну, вот только их и все. То есть там, ну, не скинутся на дорогу, на ремонт. Ничего такого не сделают. Ну, как бы сами понимаете. Там собаку пускают, ругаются, дебошат, пьянствуют там, могут ночью музыку слушать. А тут очень, ну, такие интеллигентные люди. В основном. Мало кто что скажет. Ну, старики. Так что, не знаю, что здесь будет в дальнейшем. Есть, пока есть. Я, как бы, тут никого бросать не собираюсь. Что самое интересное, я пыталась поговорить с соседями, потому что каналы было очень сложно чистить. Вот. Я прям просила. Одна ситуация была, когда соседи, вот кто подальше, там такие, ну, женщина такая взрослая, там, так много весит. Ну, так нормально, крепко, как Нона Мородюкова, или как я там. Вот. Я, как бы, немного вешу, скажем так. Ну, я все накопала. Я попросила, давайте, типа, пожалуйста, поможем. На что мне сказали, что тут одни женщины, мужчин нет. Ну, ладно. Потом, я когда прокопала, они стали туда сливать. Кто, может быть, знает, когда бурят скважины, вот эту вот глину. Ну, вот. Я уже пошла, ну, прям, что-то так строго сказала. Говорю, вы совесть-то имейте. Но они даже тоже не почистили. Моя строгость. Короче, я сама почистила, но я так разозлилась, что я скинула все это на их участок. Ну, там, на бок участка, потому что, ну, это капец. А от соседей, которые за мной, я получила даже люлей. Ну, там, от них они, в принципе, не очень адекватные. За то, что, мол, там, какой-то, ну, естественно, там на бока участков попадала вот эта вся глина, трава, что, мол, я развела грязь. Но, как говорится, теперь я... Я как бы, ну, мне-то пофигу, мне главное, чтобы участок не лил. И чтобы сливалось с нашего участка все. Ну, вот. И этот. И я теперь это делаю, когда никого нет, по весне или по осени. Просто тупо чищу все эти канавы. Ну, как бы, там все в курсе. смотрят на меня, как на городскую сумасшедшую, точнее, дачу. Ну, как бы, других вариантов я не вижу. Потому что мне это важен результат. В принципе, как и с котами. О, осталось. Что-то они не с аппетитом. Хотя домашние с аппетитами. В принципе, то же самое мне сказали про деда Колю, от которого я вот кошек забирала, и у которого я помогала. Что, типа, я дурочка. Еще у нас проблема с электричеством, что огромные долги, там несколько миллионов, там три или два. Огромное количество дозняков, у которых там по 300, по 400 тысяч. Ну, как говорится, ограничитель поставили тем, кто же здесь живет и платит. Ну, ладно, что уж поделать. Там люди, например, ну, не платят вообще, приезжают на выходные. Например, на Новый год, в прошлом году нажгли 500 тысяч электричества или около того. Ну, вот. И этот, и там какие-то огромные пения. Ну, как бы, оно как-то выживает, это садоводство, не знаю как. Наверное, можно переключиться на индивидуальное обеспечение электроэнергии. Украли у нас тут, ну, на водокачке баки, а предыдущий углава был еще тогда. Вот. Он, правда, умер сейчас уже. Думаю, что, как бы, не без его ведомо это все было. Плюс, сейчас трубы все позгнивали. короче, очень, очень еще большие потери. Старые провода, там, потери составляют 70%, как нам рассказывали. А денег, чтобы поменять, нету, потому что взносы здесь, ну, там, небольшие. Все, я все положила, идите есть. Давайте. скользко как. Главное не упасть. Привет, ты уже меня ждешь, да? Ну, куда ваша, низко улетела? А, это ляхомуха. Так, вон, черная какая-то лежит. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Блин, вот, ну, нельзя же рыбикости давать никому. так, 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 я опять забыла, что я сюда накладывал, поэтому сегодня самодельная из-под упаковки сока. А куда кошка делась? Только что тут сидела. Блин, все, она размокла. Замечательно, у меня капюшон отвалился. Идите сюда. Идите есть. Ну, чего вы сидите-то там? Идите кушать. Детство, наверное, казалось, что кошки живучие из-за того, что их очень много и они плодятся просто очень быстро. И, кстати, сегодня стригла ногти ежам, когти, это вообще еще то приключение. Они сейчас сильные, их не развернешь. Я сегодня смогла постричь только одному ежу три лапы. Мне надо еще постричь, получается, в общей сложности пять лап. Как я это буду делать, не знаю, потому что там их надо и стричь, потому что они у них такие длинные становятся, загибаются. Целое приключение просто, на самом деле. А как я это буду делать? Ну, посмотрим в интернете, может, кто-то что-то подскажет, что они сильные, ужасные, еще кусаются. Мне еще не так вцепился в перчатку. Кстати, тут из оттенок все очень четко сделано от собак, чтобы они не ходили. Главное, чтобы не мороз. Опять мне зашиворот наелось. Что тут? Слушайте, они тут почти не едят. И у меня, кстати, очень мало сейчас едят еду. Это что за растение такое интересное? Смотрите-ка. Кто разбирается? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тоже какое-то садовое растение. Дираю руку, чтобы можно было на телефоне нажать на кнопочку. все съедено, водой дать не хотят. Короче, ладно, ждется рукой. Это ежиков дома фарш еще остался. Так, надо поправить эту штуку. эту машину оставил. Все съедено. Так, еще на два места надо. Так все положено. Блин, у меня капнула капля на телефон. И остановилась запись. И не знаю, на чем там она остановилась. Смотрите, все в снегу. Смотрите, тепло на улице. Вообще, супер. И не скользко. Что меня очень радует. Только мошка. 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 На, не бойся, стой, ну на тебя, ты же не боишься меня, на, ты же хорошая девочка, держи Ты какая-то не, не это, не очень-то, да скажи, так, ладно Да как бы из рук вообще-то, лось отойди, ты прирученный уже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Как вы реагируете на такой поднос, подношение, что с глазом-то? Субтитры сделал DimaTorzok Очень умно Пираметра, привет Чего ты так востом машешь? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok